Привет! Ты на канале Авиация в деталях, и сегодня у меня есть для тебя классные авиационные факты, некоторые из которых не знают даже пилоты. Даже не шутите так. Сколько стран в мире, у которых есть свое самолетостроение? На самом деле не так-то много, всего шесть. А именно США, Франция, Бразилия, Китай, Канада и, конечно же, Россия. Я сейчас говорю не про военные самолеты или самолеты малой гражданской авиации, ну или, может быть, вертолеты. Нет. Тут, безусловно, количество стран будет больше. Речь в данном случае идет именно о производстве больших пассажирских самолетов. Еще один интересный факт, прямо факт внутри факта, как в начале Нолана. Россия — единственная страна, которая делает свои пассажирские самолеты практически полностью из отечественных компонентов. Поэтому, например, когда в комментах начинает как-то уничижительно писать про авиастроение в нашей стране, у меня это вызывает лишь улыбку. Заклепки. Казалось бы, прошлый век. Ведь сварка надежнее, проще, дешевле. Так почему же в самолетостроении до сих пор используют заклепки? Все просто. Во-первых, давление. Причем давление влияет на самолет со всех сторон. И снаружи, и внутри. И при сварочном соединении швы под таким разнонаправленным, постоянно меняющимся давлением просто разрушились бы. Во-вторых, влияние на самолет внешних факторов. Ну, например, таких как турбулентность или мощные воздушные потоки и удары при посадке. Часто довольно ощутимые. Все это испытывает соединение лайнеров на прочность. И при использовании сварки, опять же, места соединения очень и очень быстро начнут разрушаться. Ну, и в-третьих, материалы, из которых делают самолеты. По большей части, это алюминий и композиты. Такие, как, например, углепластик. А эти материалы, ну, скажем так, не очень хорошо сочетаются со сваркой. Поэтому выход один. Клепать. Плюс у заклепок есть одна особенность. При клепании остается микролюфт. Благодаря чему соединения при оказании на них воздействия могут немного сдвигаться. Тем самым они не разорвутся из-за лишней жесткости. Что произошло бы, если они были бы соединены с помощью сварки. Все мы видели, как фигуры высшего пилотажа выполняют истребители. Ну, например, истребитель пятого поколения Су-57. Но видел ли ты, чтобы такой выделывал пассажирский лайнер? Ранверсман или поворот на горке. Фигура высшего пилотажа. Самолет круто задирает нос до потери скорости. Затем головная тяжелая часть самолета перевешивает. И он начинает скользить на крыло с переходом на планирование в направлении полета, противоположном первоначальному. Таким образом происходит быстрый поворот самолета на 180 градусов без потери высоты и без поворота вокруг своей продольной оси и пикирования в направлении обратном направлению горки. Именно эту фигуру исполнил МС-21 под общие восторги толпы. Напиши в комментах, если сразу вспомнил про тот анекдот, где КВС сделал такой же финт, перед этим сказав второму пилоту, смотри как могу. Почему у всех американских военных вертолетов полозья, а у наших колеса? Добавим в эту подборку фактов один авиамиф и сразу же его разоблачим. Не у всех американских вертолетов полозья, а только у некоторых моделей, не самых больших. В основном эвакуационных и десантных. Есть версия, что пошло это с Вьетнама, где американцы наводили демократию в 60-х. Почва вьетнамских джунглей прекрасно принимала американские вертолеты на колесной базе. Поэтому на вертолеты пришлось ставить полозья, чтобы лучше распределять нагрузку и не вязнуть в почве на радость гукам. Обожаю запах напалма поутру. Но то были, как я уже сказал выше, небольшие вертолеты. Например, легендарный Bell UH-1 Huey, который был героем практически всех американских фильмов, где совершается переброска небольшой десантной группы куда угодно. Но, надо сказать, полозья довольно неплохо себя показали. Как неприхотливые, не требующие обслуживания и больших вертолетных площадок, альтернатива колесному шасси. Поэтому на многие модели небольших гражданских вертолетов или вертолетов спасательных служб, например, уже давно также ставят полозковые шасси. Ну а большие вертолеты, как гражданские, так и военные в США, так же, как и у нас, используют колеса. Как ты думаешь, какое самое грязное место в самолете? Может, туалет? Или ковролин на полу? Неа. Откидной столик – самое грязное место в самолете. Уровень бактерий, обнаруженный на этих столиках, в три раза превышает уровень бактерий на кнопке смыва в туалете. Так что сто раз подумай, прежде чем что-то класть на него. Ну или хотя бы носи с собой спиртовые салфетки или огнемет, чтобы обработать столик перед тем, как пользоваться. Черт, да че так жарко-то? Нельзя похолоднее сделать? И снова про вертолеты. Знаешь ли ты, какой вертолет самый популярный в мире? Не такой популярный, что его в кино показывают, а по-настоящему, когда за него платят звонкой монетой. Это наша родная мишка, а именно Ми-8. Выпущено этих вертолетов уже более 13 тысяч штук в разных модификациях. Ими пользуются в 80 странах мира. Он умеет все и применяется во всех сферах, от военной до спасательной. В общем, Ми-8 по праву самый популярный и, соответственно, самый покупаемый вертолет в мире. Витамин А, содержащийся в моркови, важен для здоровья кожи, роста и зрения. Обо всем этом, а в особенности о благоприятном влиянии морковки на глазной аппарат, мы знаем с детства. Но на самом деле это неправда. Ведь прямой связи между поеданием моркови и хорошим зрением нет. А теперь исторический авиафакт. Начало такой вере было положено во Вторую мировую войну. Англичане разработали новый радар, позволяющий пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть существование этой технологии, британские воздушные силы распространили публикации в прессе о том, что подобное всевидение – результат морковной диеты пилотов. И это настолько, как сейчас говорят, завирусилось, что в итоге весь мир реально поверил в то, что морковка способна дать орлиное зрение. Вот такие у нас сегодня интересные факты. Как всегда, если ролик понравился, ставь лайк, если есть о чем сказать. И написать, что автор не прав и вообще не понимает в авиации, тебя ждут в разделе комментариев. Ну а если ты впервые на канале или смотришь без подписки, срочно исправляйся и подписывайся на канал. Увидимся в следующем видео. Пока!